20-й год, он такой внезапный, дерзкий, резкий, неожиданный год конфликтов, поправок, год откровений, взаимопомощи, переформата, переосмысления, год войны, катастрофы и потерь, год изоляции, социальная дистанция и масок, год ковид. Мира вам, я Ханжан Курбанов и это моя итоговая ремарка. Правительство России простилось человеком, который предлагал пенсионерам держаться, учителям идти в бизнес, если хотите зарабатывать. Любитель Эппла и уток Медведева сменил. Мишустин, нарочно не придумаешь. Тогда мы еще не знали, что нас ждет, как придется держаться, как придется спасать и задыхаться. И вот наступил он, вирус всепожирающий, чума 21 века. К появившемуся в конце 2019 года страшному вирусу мы, россияне и особо лего дагестанца, относились верхоглядно, равнодушно и, мягко говоря, скептически. Скепсиса по поводу коронавируса было хоть отбавляй. В конце марта в республике был объявлен первый инфицированный. Им, как назло, оказался депутат Народного собрания Тимур Гусаевий. Что тут началось? Проклятие, обвинение и агрессия. Первого выявленного пациента обвиняли в том, что он играет по команде кукловодов, за что получил огромные отступные в несколько миллионов рублей. Называли даже цифру. Пока социальные сети и простые люди смеялись, проклинали и брызгали скепсисом, Дагестан накрывал вероломный и невидимый враг. Не зря потом, весь год мы будем говорить о медиках, как о людях на передовой, проводя аналогии с военным временем. Общественники ввели число погибших медиков. Их число перевалило за 80. Из-за беспечности и неготовности системы и чехарады со статистикой, непонимания всей опасности и коварности вируса, Дагестан оказался в федеральных списках одного из самых тяжелых по ковид регионов России. Власти, еще не понимающие, что происходит, и откровенно растерявшиеся, не брали в статистику больных пневмонии, число которых, по данным Мездрава, было подозрительно велико весной 2020 года. Уже к маю-июню 2020 года количество больных, которым помощь не успевала, в некоторых районах и селах катастрофически зашкаливало. Федеральный центр принимает решение помочь республике. Были направлены десанты санитарных служб, развернуты передвижные медицинские госпитали, оперативно начато строительство трех медицинских центров. Первая волна не оставила многим шанса на обдумывание. Нельзя было медлить, откладывать. Власти и общество должны были перейти на режим турбо, на ускорение и оперативный отзыв на каждый зов о помощи. Тот случай, когда промедление смерти подобно. Между тем, пока Дагестан проявлял беспечность, мир погружался в локдаун. Кстати, новое слово – синоним изоляция. Власти закрывают границы. Школы и вузы переходят на карантин. В Дагестане к этому времени три крупных вуза закрыты для студентов. А посещение школы и детсадов детьми оставлено на усмотрение родителей. Дистанционка – еще одна метка времени. Дети, которые учились дистанционно, погрузили родителей в школьную рутину. И незабываемые вечера совместных эфиров с учителями, а студентов в зумы и ватсапы с преподавателями. Туризм сворачивается. Отели закрываются. Развлекательные центры пустеют. Транспорт переходит на особый режим. Людям не рекомендуют участвовать в массовых мероприятиях. Даже святыни Аравии закрыты на санообработку. В этом году хадж был только для жителей полуострова. Власти Дагестана вместо жесткого карантина объявляют в правовом смысле непонятный режим повышенной готовности. Пассионарные дагестанцы не поняли намерения и порыва власти. В условиях отсутствия внятной информационной и антивирусной политики мы разменены на официозные флешмобы и дежурные реляции по типу «Все готово отражение угрозы». Нишу заполнили диверсанты от блогерского сообщества. И тут дагестанские блогеры вовсе не на передовой. Они, скорее, слабое подобие и тень московских или те же европейских коллег. Ведь именно информпотоками севера заливали в уши дагестанского демо за все эти фейки, версии, заумные прогнозы о том, что вирус – это политическое шоу, работа мирового правительства и масонов, распыление вируса с вертолетов, о чипировании, о мировом заговоре. В этом году молва приписывала властям и мировому закулисью попытки усилить контроль, уменьшить, а то и вовсе уничтожить народонаселение. Между тем ни власти, ни народ не понимали, что же происходит, как на это реагировать, как лечиться, как быть. Только спустя много времени после допроса журналистов рассказали о реальных цифрах сначала сам Васильев, а вслед за ним министр здравоохранения. Статистика сбивала спонтолылку и месяц водила в заблуждение и население, и Москву, недооценивших тревожность и даже критичность всей ситуации. Люди выходили на стихийные митинги, били в набат в соцсетях. Враг даже не у ворот, он незримо косил людей и отбирал силы и здоровье. После Васильева и Гаджи Ибрагимова, осмелившись признать наличие проблемы вирусной пневмонии, о реальных цифрах не кому-нибудь, а президенту страны рассказал муфти республики Ахмад Афанди Абдулаев. Рассказал максимально откровенно. Впервые на таком уровне прозвучала страшная цифра, 700 погибших от пневмонии людей, плюс еще не учтенные внебольничные жертвы. Вообще вокруг медиков, медицины, Минздрава было много шума в 2020 году, много стрел, возмущения, попыток найти стрелочника, крайнего, виноватого. Медики рисковали, они стали героями времени, работая в красной зоне, а некоторым пришлось обращать внимание прокуратуры и общественности на то, чтобы получить путинские выплаты за работу с ковид-больными. Социальными же выплатами семьям с детьми до 16 лет проблем не было. Эта государственная помощь оказалась очень кстати в пору локдауна. Еще запомнились два эпизода вокруг Минздрава. Пикеты, голодовки и акции протеста. Салима Халитова, врача, который возмущался неправильно установленному аппарату томографии и даже взбирался на крышу, чтобы обратить внимание Меликова. Наконец он к нему попал, но в Рио главы предложил ему обращаться в суд. Другим медиком, который стал любимцем народа, на что повлиял как активный пиар, так и доброе отношение к пациентам, стал главврач ГКБ номер один Хаджимур Адмалаев. Его увольнение обернулось народным возмущением. Собрался стихийный митинг у входа в больницу, который завершился возвращением главврача. После нескольких звонков дело дошло до Меликова и приказ был отменен. Роль дагестанского духовенства, общественных, благотворительных организаций в стабилизации ситуации в период пандемии заслуживает особого внимания и отдельной летописи. В частности, Муфтиятам была оказана помощь практически всем тяжелым районам республики. В условиях катастрофической нехватки медицинских средств защиты, лекарств и аппаратов это дорогого стоило. Социальная помощь, продуктовые наборы, ликвидация долгов, образовавшихся в магазинах – это беспрецедентные действия религиозной организации. Очень много фактов народного гражданского подвига. Когда создавались сельские оперштабы, бросали клич на сбор лекарств и медицинских аппаратов. Так было, например, в 3-й городской больнице. Вообще в Дагестане высокая степень взаимопомощи и взаимовыручки. Благодаря этому поддержали не одну дагестанскую семью. Люди почувствовали, что они остались наедине с бедой. Есть, конечно, и те, кто наживался на бедах. Но на фоне активности общественников, меценатов, предпринимателей, волонтеров, духовенства и даже некоторых депутатов все эти попытки взвинтить цены на лекарства, имбирь, лимон и товары первой необходимости выглядели мелкотравчатым предательством собственного народа. Дагестанский народ показал и доказал, что в своем большинстве он способен к самоорганизации, взаимовыручки и высокой консолидации. Инцидент был так назван из-за развернутого общественникам мероприятия с обильным пловом на горе Таркитау, что вызвало возмущение некоторых местных жителей. Как сообщали СМИ, активисты поселков Тарки, Кехула и Аль-Бурикен с преимущественно кумыгским населением выступили с видеообращением, в котором запретили представителям других национальностей Дагестана проводить собрание на территории горы Таркитал. Это стала реакцией на мероприятие, организованное в этой местности общественной организацией молодежь Шамильского района, членами которой являются выходцы из одноименного муниципалитета республики с аварским населением. Этническую напряженность тут сняли развиртуализацией. Как оказалось, это самый надежный метод разруливать конфликты, которые начинаются в медиа и соцсетях. Как потом сообщали паблики, совместные встречи представители кумыгской, таркинской и аварской шамильской общественности поломали хребет шайтану. То есть не дали разгореться конфликту. Все хорошо, что хорошо кончается. Дагестан после эры спецоперации взрыва входит в новое социально-политическое пространство. Позади проблема терроризма, о чем говорят серьезные эксперты, но эхо войны, в том числе происходящей с участием граждан России и боевиков НВФ, жителей Дагестана еще слышится. В республику возвращаются дети, жертвы войны и заложники беспечных и заблудших родителей. Со слов дагестанского уполномоченного по защите прав ребенка Марины Ежовой, в Россию возвращено 146 детей, 47 из которых сделали экспертизу ДНК для установления родства. Все они охвачены профилактическим и правовым вниманием. С ними работают и за ними закреплена группа специалистов, психологи, терапевты, общественники, представители духовенства. Некоторые включены в патриотическую, волонтерскую работу и юноармейское движение. Весь год, а осенью особенно, говорили о качестве воды, о качестве жизни, о коммунальных благах. К ноябрю во время обильных дождей, отмечалось, что за неделю выпала месячная норма осадков, резко актуализировался вопрос качества жизни. Потопы накрыли столицу республики и город-спутник Каспийск. Целые микрорайоны Махачкалы оказались в плену стихии. На этот раз обильные осадки вывели из берегов реку Талгинку, которая добавила хлопот городским службам. Десятки тысяч горожан сидели сутками без воды, электроэнергии и тепла. В очередной раз обнажились проблемы столичного мегаполиса. Ветхое жилье, хаотичная застройка, чиновничья и простых обывателей безалаберность и недальновидность. Другая городская река Тарнаирка тоже доставляла хлопот. Ее, наконец, начали очищать. Новейшая история городских стихий и катастроф местного значения ничему нас не учит. Может, хоть сейчас научимся выставлять приоритеты, выбивать правду, деньги, ресурсы на самое важное? В 2020 году обнародовал неутешительные данные Роспотребнадзор. Из 1642 источников питьевого централизованного водоснабжения не отвечают требованиям санитарных норм и правил. Внимание, 96,6%. По информации специалистов Минстроя, ни один город Дагестана не отвечает цивилизованным стандартам, не может похвастать качеством жизни. Общим местом городов Республики являются строительный хаос, грязная вода, Каспийск, Дербент, Кизляр в лидерах, коммунальная неустроенность и до обидного малые площади зеленых насаждений. В столице Республики это 16%, тогда как должно быть минимум 30% от общей площади города. В Каспийске новый мэр, генерал, который захлебывается в проблемах города. Здесь они те же. Воды нет, либо она по часам и грязная. Ситуация патовая. Не хлебом единым жив человек. Споры, конфликты, столкновения интересов продолжались и в 2020 году. Социальные сети весь год определяли и выявляли настроение, мнение, интересы и идеологические предпочтения. Социальные сети активно, яро, порой агрессивно и настойчиво отзывались гулом на многие события нашей действительности. Споры традиционалистов и либералов, феминистов и консерваторов, патерналистов и неформалов, моралистов и не очень продолжались. Осенью на экраны YouTube вышел фильм про Дагестан, снявший хиджаб о насилии в отношении женщин. Продукт вызвал большой резонанс, мнения разделились от возгласа восхищения в адрес девушек, осмелившихся выступить на камеру, до проклятия в адрес создателей фильма, которые показали темную сторону Дагестана. Масштабирование частности до обычной практики целого региона, который только отходит от негативного имиджа, это в определенном смысле медийная диверсия, которая не согласуется со стратегическим вектором на интеграцию Южной и Сложной Республики в этнокультурное, правовое, туристическое поле России. Между тем, по принципу «нет худа без добра», пандемии и закрытие границ обратили взоры россиян на Южный регион. Страна горы и так активно включалась во внутренний туризм. Но этот год стал поворотным в буквальном и переносном смысле. По информации Республиканского министерства туризма, в этом году наметилось серьезное повышение спроса на дагестанское направление. Под конец года республики посетили почти 900 тысяч туристов, то есть дикие блогеры и путешественники, которые щедро рекламировали Дагестан, чем добавляли перцу в желание россиян оказаться прекрасно в стране гор, речейков, водопадов и альпийских красот. Чем не Швейцария? В этом году Дагестан привлекала не только пандемия. Пивоваров и Russia Today приехали, чтобы показать беду, но и канал Моя Планета. Проект страшно интересный. Канал Муз-ТВ, Россия-1, Орел и Решка расчехляли камеры, чтобы показать Дагестан страшно красивый, интересный, вкусный и живой. Но среди прибывающих в Дагестан попадаются и пытливые журналисты, и путешественники, и эксперты, которые понимают и указывают, что для размаха туристическая отрасль республики не достает некоторых звеньев, кроме инфраструктуры туристической с элементарными уборными. Нужно что-то делать с хаосом в мусорной сфере. Пластиковые реки и горы нагнетают депрессию, портят виды и ужасают непривыкших к такому отношению и к вопросам экологии гостей. Об этом в своем видеорепортаже говорил журналист радиостанции «Маяк» Вера Кузьмина. Необходимо прививать туристическую культуру, учиться, если нужно у других стран. Всему этому нужно уделять повышенное внимание. Туризм – это, как говорят экономисты, драйвер развития всей экономики. В целом отметим, что имидж республики рос, вопреки и невзирая. Добавим несколько пунктов к нашему имиджу в 2020 году. В продолжении темы отметим, что несколько недель в социальных платформах о самой популярной Дагестане – это Инстаграм и Фейсбук – бушевали страсти по поводу того, как развивать туризм в Дагестане и развивать ли вообще. Дискуссии, правда, душечипательные, иногда переходящие в нешуточные баталии с использованием и геоматических, и ненормативных выражений и форм. На самом деле, дискутантов больше волновал неподобающий вид туристов, который смущал традиционалистов. Внешний вид, в частности шорты, на их взгляд, выказывал полное презрение или игнорирование традиционных дагестанских устоев, а дата – дресс-кода на конец менталитета. На поправки Конституции 1993 года общественность обратила внимание после выступления депутата-космонавта Валентины Терешковой, которая предложила не крутить и не юлить, и дать возможность действующему президенту вновь избираться на должность. Либералы, оппозиции и все, кто против, начали троллить поправки, называя их обнулением Путина, хотя Конституция страны получила очень много дельных, социально ориентированных и полезных поправок. Наряду с упоминанием Бога от президента страны рекомендовано внести в основной закон понятий семьи как союза мужчины и женщины, а также победы в Великой Отечественной войне. В основном в законе появились социальные гарантии, закреплена минимальная оплата труда на уровне прожиточного минимума, ежегодная индексация пенсии. Дагестанцам поправки запомнились голосом спикера парламента, который на совещании по ВКС с Путиным, посвященному теме коронавируса, просил Верховным ускорить принятие поправок. Кроме того, еще люди просят вас, чтобы те поправки, которые мы должны внести в Конституцию Российской Федерации, не затягивались, а были приняты своевременно, потому что люди ждут этого и понимание, значит, есть. Голосование по поправкам проходило в условиях усиленного санитарно-гигиенического контроля и мер антивирусной безопасности в несколько дней. Пандемия внесла много разных корректив, условностей, правил и манер в нашу жизнь. Одной из заметных стала изоляция и социальная дистанция, не только на уровне личностном, но и государственном. Азербайджанское правительство решило дистанцироваться от своих сограждан, возвращавшихся на свою родину, гонимые безработицей и карантинными ограничениями. Они оказались закрыты по эту сторону реки Самур. Среднобольные местные власти разместили их в палаточном городке в Дербенском районе, а до того они жили в мечети у самой границы. Местные народы и глава самого южного российского района поддерживали их как могли – хлебом с солью, добрым словом. В палаточном городке для азербайджанцев, которых бросил официальный Баку, было организовано трехразовое питание. Созданы все условия для того, чтобы переждать пандемию, которая, кажется, больше всего напугала азербайджанскую политическую верхушку. Тогда как, согласно сведениям азербайджанских журналистов, к маю и июню в этой солнечной, безусловно, Братской республике от ковид погибло чуть больше 130 человек. В начале октября заговорили об отставке главы республики Васильева. Одного генерала на этот раз сменил другой. Меликов пришел в кресло главы региона. Нельзя сказать, что это было неожиданно. Меликов упрочили еще в 2017 году, а то и раньше. Но и нельзя сказать, что все было заранее известно. В ранге полномочного представителя президента ВСКФО еще в 2015-2016 годах Меликов отметился достаточно резкими накатами на чиновников республики. Заявлениями социального характера, остро реагируя на проблемы маленького человека. Меликов, кажется, пришел всерьез надолго. И уже такое впечатление, что Абдулатипов и Васильев – это генеральная уборка или репетиция перед приходом боевого генерала, который молод, энергичен, непреклонен. В Рио главы обозначил три главных приоритета – борьба с ковид, туризм и инвестиции. Активность его и генеральский тембр голоса не внушали особого оптимизма элитам, зато приводили в восторг демос, ожидающий перемен и реформ. Активные сборы, совещания, ВКС, разъезды по регионам активность первого зашкаливала, пока генерала не искосил на несколько недель под конец года коварный ковид. Как бы дав знать, что для вируса нет погон лампасов и званий. Болезнь Меликова добавила решимости властям в борьбе с ковид. Однако второй волны избежать не удалось. Мездра в республике озвучила цифры почти в 300 ежедневно пребывающих для госпитализации ковид больных. 44-дневная война в Карабахе началась как бы внезапно. Все это время сети гудели возмущением, что призывают и в пекло бросают преимущественно наших, лезгинских, аварских солдатиков. Мешательство России остановило войну, а в поддержку собратьев дербенские азербайджанцы в октябре вывесили флаг Азербайджанской республики на стене крепости Нарынкала, чем вызвали возмущение части жителей города. Флаги были сорваны, но конфликт удалось релокализовать после вмешательства полиции, городских властей и старейшин, которые провели разъяснительную работу. Дербент в 2020 году был ньюсмейкером, центром туристического, политического и культурологического внимания. Много было зрелищных моментов, связанных с дизайнерами, раскрашивающими набережную и стены домов. Делегации прибывали, восхищались, планировали, задумывали, снимали, ели, пили, тянули Каспийского монстра. Древний город он такой. Ну и глава города Хазеря Абакар в 2020 году и так выросший до крупного политического деятеля республики, превратился с должностью госсекретаря человека, принимающего важные государственные решения. Команда Сулеймана Керимова медленно, но верно заключает свои объятия Дагестана. Что из этого получится, пока рано говорить, но нужны патриоты, порядочные и профессионалы. Неожиданно Хазеря Абакаров в начале ноября покинул Дербент. Молва приписывала ему должность премьера, но премьером стал Абдулпатах Амирханов, успевший проработать на разных министерских должностях в Дагестане, а также в Минкавказе, ну и помощником мэра Дербента. Как оказалось, человек встроенный в новую политическую вертикаль. Хазеря Абакаров отметился и конфликтами. В феврале с директором музея Наранкала Али Ибрагимовым, который был позже снят с должности, а спустя какое-то время арестован. А в декабре с доктором исторических наук Муртузалей Гаджиевым, которого назвал вредителем и припомнил ему омоложение Дербента на 3000 лет. Событий важных, резонансных в республике происходило немало. Мои подписчики вспоминают еще переброску Каспийской флотилии в Дагестан, морской парад, исторические и около исторические дискуссии вокруг образа Шамиля, победу Хабиба, окончание его бойцовской карьеры, спортивные успехи земляков, но и потопы, мусорные и коммунальные, экологические ужасы, десятки туш Каспийских тюленей выбросило на берег. Вода, которая не отвечает санитарным нормам. Кто-то припоминает отравление Навального, кто-то видит продолжение закручивания гаек, тоталитаризм, кто-то видит мировоззренческий переворот самосознания человечества. Строящийся между Махачкалой и Каспийском масштабный духовный центр стал центром притяжения для всех дагестанцев в 2020 году. Десятки делегаций побывало там, политики, деятели науки, культуры, спорта, простые люди с районов и городов Дагестана и России. Пандемия преподала нам немало уроков. И из важного это осознание, возможно не ко всем оно еще пришло, что самыми важными профессиями являются медик, педагог, ученый и, конечно, человек, работающий на земле, аграрий. Интернет, социальные сети обеспечивали и помогали изоляции, дистанционке. Мы учились осваивать новые навыки, подчинять сети нуждам людей. Ковид обнажил многие проблемы, но и показал, что дагестанское общество имеет неистребимый потенциал к выживанию, взаимопомощи, созидательный вектор на духовный рост и экономическое развитие. Эти качества нашего народа нужно укреплять, объединяясь в союзы, советы и товарищества. Мы получили хороший урок гражданского единения. Я вам всем желаю здоровья, друзья мои. Это самое главное, и мы поняли это. Я вам желаю крепить узы братства, родства, консолидироваться вокруг важных людей в вашей жизни. Крепить семейные и родственные узы, быть духовнее, прощать, но не прощаться. Этот год был и годом прощания. В этом году мы теряли друзей, коллег и кунаков. И с новым 2021 годом. Здоровья нам всем. И, конечно, оставайтесь людьми.